Всем привет, друзья! Прошу прощения за мой простуженный голос. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Все девушки на проекте разочаровались в Саймоне Морданшине. Саймон с первых минут на проекте объявил, что ему понравилось несколько девушек, и он им понравился тоже. Однако молодой человек очень быстро разочаровал всех своих поклонниц. Кого-то после личного свидания, кого-то даже без него. А давние поклонники шоу не сомневаются, у Саймона нет шансов построить отношения на проекте. С самого появления Морданшина на проекте многие засомневались в том, что его не зря пригласили. Больше похоже на то, что Сэма интересует исключительно реклама его фитнес-марафона, а не строительство отношений. И он сразу же это доказал, ухитрившись разочаровать всех девушек, которым понравился. Сэм провел два свидания с Настей Райнашвили и Элиной Елецкой. С одной девушкой он прыгал и кувыркался, с другой – плясал. В прошлом он уже пробовал показать нечто похожее, но безрезультатно. Сценаристы хотят показывать Саймона самовлюбленным, но он плохо справляется с отведенной ему ролью. Элина Елецкая после свидания объявила, что Морданшин слишком любит себя, чтобы полюбить еще кого-то. Но Сэм на проекте уже любил и Марго Овсяникову, и Лену Хромину. Наверное, просто устал постоянно любить и растворяться. Настя Райнашвили побывала на свидании с Ромой и заявила, что с ним ей легче общаться, чем с Саймоном, так что она предпочтет строить отношения с ним. А по словам Маши Давидовой, она охитрилась всего за пару дней понять, что Саймон – неприятный человек, поэтому он ей не понравился. Остается надеяться, что Ольга Орлова не оставит без внимания своего любимца и поможет ему найти девушку. Хотя, может, от Саймона исключительно как от спортсмена толку будет больше, чем от строителя любви. Кристина Бухенбалта и Женя Ромашов не смогли друг без друга. Женя и Кристина снова вместе, хотя недавно клялись, что расстались навсегда. Кто бы мог подумать, что Ромашову так повезет, и он после Юли Белой всегда готовы устраивать драки, ревновать, сквернословить или флиртовать направо и налево, встретит такую же непростую даму. Теперь ребята рассказывают о любви и не понимают, как могли расстаться. Хейтеры называют Женю Ромашовой и Кристины Бухенбалты отработанным материалом для телестройки, но сами участники категорически с этим не согласны. Себя они считают ядерной смесью, намекая, что еще могут много показать зрителям, в том числе и эмоций. Женя уверяет, что у него серьезные планы на отношения с Кристиной, вплоть до женитьбы. В ней он видит мать своих детей, надежную спутницу жизни. Свадьбу, конечно, они намерены сыграть на проекте, чтобы избежать ненужных расходов. При этом девушка успевает пофлиртовать с другими участниками, а сам Ромашов не отказывает себе в удовольствии подмигнуть новым девушкам. Сейчас влюбленные проводят время вместе, причем не без конфликтов. Они все так же ссорятся и ужинают вместе, лежат в обнимку, не забывая наблюдать за тем, как живут их соседи и что они делают. А как без этого? Обсуждать ведь что-то надо, кроме своих конфликтов. Женя уже не хочет просто жить под камерами, он начинает вести активную жизнь. Ромашов пытается втянуть в беседы Илью Сёмина, расспрашивая его об отношении к ребенку Алены Савкиной, хотя мог бы зрителям и сам рассказать о том, как Кристина относится к его собственному сыну. Тем временем соседи обсуждают Ромашова и его пассию. Глеб Жемчугов, например, считает, что у ребят ничего не получится. Но может он так считает, потому что сам не прочь приударить за бухенбалты. Пьяные участники устроили очередной разврат на поляне. Сегодня ночью в реальном времени, по случаю дня рождения Евгения Ромашова, в периметре прошла вечеринка с виноградными напитками. Молодые участники и старички отрывались по полной. Все прошло в прежнем стиле домовцев, хотя некоторым показалось, что разврата было больше, чем ранее на ТНТ. Новенькие девушки особенно ощущали себя раскрепощенно и совершенно не стеснялись откровенно танцевать и извиваться на камеру в полуобнаженном виде, показывая свои пятые точки. Про маму и дочь я вообще молчу. Кристина Бухенбалты тоже дала жару. Участники веселились, пели, пели, танцевали на столе и совершенно позабыли о том, что Дом 2 Новая Любовь должен быть новым, а не таким, как на ТНТ. Ждем через неделю жаркий ночной эфир. Надя Ермакова уже рассказала, что после такой бурной гулянки за ночь образовалось несколько новых пар. Состоялось запланированное появление Мандезира на Доме 2. Ролик с презентацией Мандезира Светамура уже появился в эфирах Дома 2 на канале Ю. Так вот для чего была истерика на лобном месте Юлии Фременковой и ее стенание с экрана. Не забыла Юлии, что ее когда-то признали лучшей актрисой телепроекта после окончания школы актерского мастерства. Рыдать и орать она отлично умеет, что еще раз и доказала. А ведь создатели перезапуска Дома 2 обещали, что сценария не будет, а только искренние отношения. Так Мандезир с Ефременковой чуть ли не каждый месяц расстаются и воссоединяются все два года своего романа. Не значит ли появление Мандезира на поляне, что все эти повторы с выяснением отношений теперь решили перетащить на канал Ю? Специально выгнали новенькую Меркулову, чтобы дорогу Светамуру проложить. Это он теперь будет одним из 15 клевых ребят. Алена Савкина все активнее критикует Илью Семина. На поляне восстановили былую страсть к вечеринкам. Всего за несколько дней прошло уже три таких мероприятия. И Алена Савкина не пропустила ни одно из них. Количество претензий к Илье Семину у нее растет. И Алена больше переживает из-за возвращения Татьяны Владимировны под камерами, чем из-за романа с Ильей. Зрители уже не сомневаются, что побег Семина не за горами. Привычный режим для опытных участников, когда они просыпались к полудню, а вечером отдыхали так шумно, что не могли успокоиться до утра. Алена Савкина выкладывает сторисы, в которых показывает, как весело проводят время. Только непонятно, почему тогда нельзя было работать Илье в ночном клубе, если он то же самое вытворяет на столах проекта. На одном из цитов Алена сообщила Кадоне, что намеренно не пускала Илью на работу курьером или другую любую, где платят так же мало. Потому что считала, что для мужчины 20 тысяч – это не заработок, а на проекте он сможет заработать больше и тратить на нее свои деньги. Однако Алена не учла, что участие в проекте не обеспечит Семина опытом или профессией. Также Алена совершенно не учитывает, что если за периметром Семина ждала плохая компания, то и в периметре она не лучше. Не считает же Савкина, Глеба Жемчугова и Алексея Адеева хорошей компанией. Странное отношение Алена к Семину. На проект она его вела исключительно ради собственной выгоды. Что с ним будет дальше, ее не интересует. Так считают многие телезрители. Сейчас Савкина волнуется о том, что на шоу никак не приедет Татьяна Владимировна. Она хочет видеть ее рядом. Хейтеры шутят, что Савкина соскучилась по домашней еде. Не зря же Семин жалуется, что в холодильнике только колбаса и красная икра, от которых он уже изрядно устал. Появится телебабушка, будут и первые блюда. Стало известно, зачем Алексей Адеев вернулся на Дом-2. Странно смотрится с телевизионного экрана очередное возвращение на проект Алексея Адеева. Давно прошли те времена, когда он мог привлечь внимание девушек, да и с криминальным прошлым покончено, судя по его уверениям в дневном эфире. Очередной успешный бизнесмен явился в поисках любви, мгновенно выделив исключительно участниц Дома-2 прошлых лет в качестве тех, кого бы выбрал партнершей на шоу. Кто-то поверит, что Адеев бросил популярную пиццерию и примчался к бесплатному холодильнику в поисках спутницы жизни, назвав претендентками на эту роль Юлию Ефременкову, Алену Савкину, Анну Маданну и Кристину Бухенбалте, прекрасно зная, что все они заняты, так как они находятся в отношениях. Зрители считают, что у Адеева не так все хорошо за периметром, раз уж он пожаловал на проект. И своя пиццерия в Германии, скорее всего, выдумка. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди много всего интересного. До скорых встреч!